Итак, мои хорошие, сегодня у меня третий день сороковой химии, мне уже сняли капельницу, вот, приехала домой, сегодня куча дел поделала, постиралась, поубиралась, кушать приготовила, первое, второе, была в больнице, была у психолога, вот, ну, короче, я сегодня умничка, но по состоянию, конечно, еще тяжко, позвоночник ломит, не знаю, что будет на КТ, что там покажет, вот, 17 апреля будет КТ, но, надеюсь, все будет хорошо, вот, стараюсь держаться, конечно, сейчас, секунду, что телевизор потише сделала, вот, ну, пока еще сегодняшний день, и это еще не приход, знаете, сегодня пока, если только мне сняли капельницу, действуют лекарства, вот, побочки начинаются, конечно, завтра должны, по идее, начаться, завтра, послезавтра, но нужно быть сильной, все будет хорошо, верю и надеюсь, тем более я не могу, знаете, грех мне жаловаться, потому что со мной столько людей, столько людей поддерживает, мне пишут хорошие слова, вот, я тоже верю, что справлюсь, напомню, у меня диагноз рак сигмовидной кишки, четвертая стадия с отдаленными метастазами в печени, опухоль мне удалили экстренно, потому что была непроходимость кишечника, вот, и я уже прошла 40 химий, пробовали два протокола, то есть сегодня у меня месяца 22 года, я на химии, вот, это сложно, первое, сначала, знаете, вообще не принимала, что я заболела, что у меня такая болячка, скажу так, что это страшно, это страшно, это тяжело, но если хочешь жить, ты будешь бороться, будешь терпеть это все, и знаете, как-то уже и привыкаешь к такому ритму жизни, хотя к такому привыкнуть, конечно, невозможно, но это очень сложный путь, но верю в то, что я справлюсь, обязательно справлюсь, и все будет хорошо, стараюсь держаться изо всех сил, хожу к психологу, пью успокоительные, немножко такие обычные на травках, вот, стараюсь жить обычной жизнью между химиями, работать там, ну, правда, сейчас не имеют руки, кончики пальцев, потому что неврология, то рисую картины, маникюр уже не делаю, ну, и пишу свою книгу, скоро, думаю, уже я с вами ею поделюсь, это будет книжка, сильная книжка сильной женщины, я так ее называю, знаете, основное название это Феникс, вот, и я бы очень хотела, чтобы эта книга дала силы, знаете, бороться, там будет не только про рак, там будет вот информация, которая нужна для каждой женщины в этом мире, чтобы стать сильной.